Светлана Конопьяновна Игнатьева Здравствуйте Хору, 89 лет нашему прославленному северному хору А вы пришли, однако, руководить в 2008 году Да Знали репертуар, традиции, как вот это было все? Нет, конечно, знала Во-первых, после окончания академии Сейчас академия, а раньше был институт музыкально-педагогический имени Гнесиных В 1979 году я закончила и приехала в северный хор Потому что это была моя мечта И с Ниной Константиной Мешком Она у нас была руководителем хора И заведующей кафедрой И вот я ее знаю достаточно давно И она, в общем-то, мой учитель И вот было такое огромное желание Работать в этом коллективе Что будучи замужем и замысквичем Я все равно поехала сюда Поскольку я сама северянка То другого я даже и не представляла Но жизнь переменчива Вот год я поработала И потом супруг сказала Что давай возвращайся в Москву Я нашел тебе работу в Гнесинском училище Мне, кстати, она сказала Зачем в Гнесинском училище Поступай в ассистентуру И будешь работать на кафедре И вот с той поры Это поступило в 80-м А сегодня, уже прошлый век 1984 года Я работаю на кафедре Российской академии музыки имени Гнесиных Ну, я вот все поближе к нашему северному хору То есть, в принципе, вы работали так полноценно С ним год тесно работали В самом хоре, да? В составе пели Да, пела И, в общем-то, я занималась хорместерской работой Вот тогда работал Главным хорместером был Александр Кузьмич Носков До сих пор мы поддерживаем отношения Прекрасный, замечательный музыкант Ученик Юрлова И артисты до сих пор вспоминают Вот все-таки творческая личность Она западает И это самое главное Но поскольку я северянка То для меня, в общем-то, ничего удивительного Знать репертуар И как бы быстро включиться Ну, руководителем хора и петь Это совершенно разные вещи Конечно Как вас воспринял коллектив, когда пришли? Ветераны хора, артисты Несколько человек работает сейчас до сих пор Они меня знали И, можно сказать, что их рекомендация Когда возникал вопрос Кто приедет Потому что им тоже немаловажно, кто приедет В общем-то, вызвал одобрение Но и не только пожелание артиста было И, конечно, обсуждался вопрос на уровне губернатора И, в общем-то, был серьезный разговор Но и дело в том, что Уже будучи членом землячества в Москве И выступая со своим трио И сама пела Многие меня уже знали И вот Елена Владимировна Кудряшова Тамара Дмитриевна Румяцева Тамара Михайловна Гудима То есть, когда встал вопрос И обсуждалась кандидатура То, в общем-то, люди меня знали А сами вы пришли с какими-то своими задачами, целями Вы что-то хотели привести свое После Нины Константиновны, я думаю Это была, честно говоря, для меня неожиданность И принять решение было, конечно, непросто Потому что в Академии у меня достаточно все сложилось хорошо Ведущий педагог, студенты, трио То есть, не без работы, что называется Нет, конечно И я долго взвешивала Ну, понимаете, какая-то внутренняя ответственность Что все-таки сохранить такой замечательный коллектив И сохранить именно традиционность Это очень важно И поскольку я на протяжении уже большого количества времени Никогда не отрывалась от своего края Каждый год я бываю у себя в селе Лишконском Слышу и говорю на том бытовом диалекте Как говорят наши Поэтому этот речевой мелос, где есть выражение Смысловое, интенсионное и эмоциональное Он никогда из меня не уходил А это очень важно Однако время-то идет вперед На дворе век 21-й Вот вам что-то удается сделать новое Какие-то идеи свои воплотить Ну, я уже, в общем-то, могу сказать Что идеи я воплотила Во-первых, завет Антонины Яковлевны Колотиловой Когда она еще была художественной руководителем Говорит, вот есть один неразработанный материал Это Уссильма Уссильмская горка Это староверы, которые живут на территории Коми И сохранили быт, уклад И традиционную культуру песенную Это как раз там И вот в прошлом году я была там До сих пор, понимаете, удивительное дело Начиная от мала до велика Начиная от младенца до профессора Они все объединены вот этой культурой Которая на протяжении многих-многих лет Сохранялась вот среди другого народа И мы сделали постановку по материалам С Уссильмой Называется у нас летнее гуляние То есть тот цикл хороводов Который только фактически сохранен Сейчас на севере Восстановлен Но ведь это не только хоровод сам по себе И рисунок Оно это пластика внутренняя Начиная от медленных хороводов шествий И постепенно, постепенно набирая ритм И потом уже переходит как бы в вихревые пляски Это фактически наш биоритм нашей природы И когда люди включаются в это состояние Они фактически как бы оздоравливаются Благодаря вот этому внутреннему ритму И вот это угадывание внутреннее Очень важно Потому что ритм наш Он, как сказать, связан с природой Связан с водой У нас пластичность и дробность, скажем, танцевальная Она как раз идет от нашей окружающей природы Вот такая скрупулезность к подходу Любого номера Это вот отличный на северном хоре Конечно, конечно И вот сейчас вот когда мы были на гастролях По Зауралью Подходили артисты, которые работали еще в 70-е годы В северном хоре Они подходили и говорят Спасибо вам, что вы сохранили Ничего не утратили Для меня это вот очень важный комплимент Потому что И благодарили еще за то, что Сохраняется подлинность И после концертов люди выходили И говорят После вашего выступления Остается свет и добро На этом замешаны наши художники А как вы Ведь в основном молодежь сейчас, да? Как вы до них-то доносите? Ну как Это же ведь совершенно космос какой-то Абсолютно Это и есть космос Потому что В этом и заключается художественный руководитель Что он не просто руководит и ставит И, как сказать, командует Он должен объяснить художественную задачу Всему коллективу таким образом Чтобы люди были включены в это состояние Коллективно-образно Увлечь ведь еще надо Увлечь Потому что я человек сам поющий, творческий Я все время на сцене И многие исполнительские законы я знаю прекрасно Это и есть опыт Все-таки работа на кафедре уже в течение 30 лет И ко мне столько приходит молодежи Которых тоже нужно направить Объяснить, погрузить, показать Как это должно быть И они достаточно успешно выступают И поют Вот это, не знаю, чья идея С малым северным хором Да Два года ведь, да? Уже Это уже кое-что Конечно Вот вы абсолютно правы Идея опять наша была общая с директором Что Ну это от нужды, что говорится Потому что нужны кадры Мы посмотрели, что Ведь смотрите, в чем проблема Раньше Особенно вот артисты балета приезжали С хореографических училищ Воронеж поставлял нам замечательные кадры И А поскольку время поменялось Условия Сами понимаете, какие Ехать со стороны Жить в городе Это финансовая, в общем-то Можно сказать, сложность И Те артисты, которые В общем-то здесь Остались И работают И тот старый состав, который Как сказать Вот Семьдесятые годы Показывал уровень Они Наши постоянные зрители Они Наши постоянные Как сказать И наставники И в то же время Как называется Не контролеры А наблюдатели Как Как сохраняется Как передается И не утратили Не утратили мы что-нибудь И Когда Все это удается И они подходят И благодарят Это самое главное качество И самая Важная задача Что мы не Не портим номер Что мы Что-то не привносим Такое Какое-то Как сказать Ну Отсебятина Отсебятина Да Отсебятина Это нельзя Ни в коем случае Потому что есть номер Он как бы все Он пошел в жизнь Он должен жить И Вот моя задача Ну Я не знаю Как это удается Все-таки Есть какие-то законы И есть какой-то Наверное Талант Который Все время дает Контролировать Что-то Вот я вернусь К этим маленьким детям Да Хорошо Хорошо Ну Продолжаем Ну Я вернусь Все-таки К нашим Маленьким детям Да Малый северный хор Сколько им лет У нас дети Разного возраста Во-первых У нас есть Хареграфическая группа Которую руководит Анжелика Александра Петрова Это наша Ведущая артистка Она долгое время Работала репетитором И вот вчера Был замечательный концерт То есть дети Во-первых Они прекрасно одеты У них замечательные костюмы Они живут Они ведь аккуратно Во всем культуру Присутствует Исполнительская И то есть Они как бы Идут в плане Той сценической установки Что привито В северном коре Ну и есть Другая направленность Вот это Касается Харовой группы Где Руководители Пытаются привить Как бы Изнутри Погрузить их В эту пластику В интонацию Чтобы они были Раскрепощены Это тоже правильно Потому что Мы настолько уже далеки Наши современные дети И молодежь От того языка Который Из поколения В поколение Передавалось И та устойчивость Традиция Мы называем Она вот как раз На этом и замешивалась Что родовой уклад Диктовал Как вести себя Как петь Как Что запоминать Что говорить То есть этот Эмоциональный язык Он как раз Очень устойчиво Передавался Из поколения Сколько еще Придет времени Когда они вольются В состав Нет Вольются Потому что Во-первых Они видят Наши концерты Они постоянно Общаются С взрослыми То есть это Преемственность От ветеранов Потом основная Творческая группа Северный хор И дети Это есть вот связующее Это большая Творческая семья Работает Значит идея оправдалась Прекрасно Замечательно И мы Вот я вижу Что у нас есть потенциал У нас есть Возможность Черпать кадры В основной состав Вот я как раз О кадрах У вас есть Постоянное объявление То в танцевальную группу То в хоровую В сам хор Да Это что Это нехваток профессионалов Нехватка Дело в том Что это не то Что нехватка Хоровая группа У нас в общем Достаточно спокойное Положение Просто есть моменты Когда уходят Ну поскольку У нас все-таки Женский коллектив Ходят в декрет А сейчас Сидят долго По три года И мы объявляем Набор Скажем Кого-то На замещение На время Потому что Предположим Вот у нас ведь Особая традиционная Исполнительская культура Где высокие сопрано И Расклад Альтовой группы Первые Вернее Первые высокие Альты Первые низкие Альты И вторые низкие Альты Это вот Альтовая Где То есть Это чем вызвано Замена мужских голосов Низкими женскими голосами И вот Вся вертикаль Голосовая Женская Она как бы Выстраивается В единое звучание И высокие Сопрано Это не академического Характера голоса А именно Чистонародные Это уже Высокий регист Где высокие бертоны Высокая частота Звучание Она дает Определенный Как сказать Колорит Общему звучанию Хоровому Поэтому Вот когда Не хватает Каких-то нам Такого плана Артистов Мы объявляем набор А сейчас Сколько состав хора Ну Гастролирующая группа В основном выезжает Это где-то В количестве Пятидесят человек Это хоровая группа Оркестровая Балетная группа Ну и поскольку У нас Костюмов много То выезжают Реквизиторы Выезжают Костюмеры И администраторы И художественные Сейчас это Такой оптимальный состав Да Был больше хор Ну всегда Примерно так И выезжал коллектив Хоровая группа Была больше Где-то она Сейчас мы Вывозим Двадцать Два Двадцать Четыре человека Хор Одиннадцать человек У нас Оркестр И остальное Там Пять-шесть Пар балетов Скажите Что может Сейчас удержать Артиста балета Певца В хоре Зарплаты Небольшие Ну я думаю Что люди Просто любят Свой коллектив Любят свою работу И поэтому Это Только это Может удерживать Никакие меркантильные Соображения Не подействуют До сих пор Как всегда было Да Я думаю В культуре Только В творчестве Только По-другому Мне кажется И нельзя Ну даже Вот Если с моей точки Зрени Рассуждать Ну какой Мне смысл Разрываться Между академией И хором Это же ведь Не так просто А вот Нина Представляете Она в возрасте Она ездила сюда То же самое Такая же была ситуация Это только Вот я даже Не представляю Что если бы я Что-то повернула По-другому Мне кажется Что сама культура Наша Она просто Меня наказала бы Это предательство Предательство Ну кто еще Как не мы Северяне Можем сохранить Кто может Со стороны Приехать И учить Нас Говорить На своем Родном Диалекте Чувствовать Как-то По-особому Это же Это же Часть нашей жизни Это мы А вот кстати Статус Государственный Вам дает Какие-то преимущества Ну во-первых Государственный Это все-таки Защита государства Потом у нас Почетное звание Академический То есть Все те регалии Которые были Заработаны На протяжении Вот такого Большого количества Времени Они конечно Дают Особое положение Ну даже уже То что мы выезжали Сейчас на Заседание Госсовета Мы выступали Перед нашими И перед Владимира Владимировича Путин Многому Были представители Из администрации Президента И приезжал Наш Уважаемый Игорь Анатольевич Орлов И было очень приятно Выступать На таком Как сказать Где Особо избранных Коллективов Участвуют Потом мы сейчас Были на гастролях Вот позаураль Я еще раз Хочу вернуться Где просто Были переполнения Залы И люди с благодарностью Говорили Как хорошо Что мы увидели Мы уже такого Не видели Давным-давно Сколыхнулась Такая гастрольная Деятельность У вас И мы ездили На Мы ездили На Как сказать Олимпиады Участники Олимпиады Потом мы ездили На Кубань С концертами В Сочи были То есть у нас Господдержка Это господдержка Конечно Это финансирование То есть мы Исключительно Бюджетный коллектив И все То есть спасибо Потому что отдельно Репетиционный Зал Комнаты Для оркестра Для хора Репетиционный зал Сейчас для детей Отдельно Сейчас у нас Вот тренажерный зал Появился Как сказать Отдельно Скажем У меня прекрасный кабинет Но самое главное Для артистов Созданы условия И если бы у нас Этого не было Мы бы Нам бы Необходимости Строить здания Конечно Мы просто Испытывали Большие трудности Нет Есть Необходимость Знаете чего По строительству Вот как у Поморской филармонии Есть необходимость Все-таки Необходимость Концертного зала Вот Все-таки Это нужно Из разных Сфер Артисты Говорят Об одном и том Дело в том Что Его как раз Не хватает В плане Вот этого Постройки Этого здания Было заложено Построительство Концертного зала Поскольку там Проходили Какие-то коммуникации И вот Не получилось Но у нас Есть мини-зал То есть У нас такой Зал-трансформер Репетиционный зал Где Проходят репетицию Он превращается В зал И Сто Человек Артистов У нас приходят На такие Камерные концерты Ну вот Я может Неприятный вопрос Задала Не артистов Зрителей Светлана Казапьяновна Вот Частая смена Директоров Ну не секрет Для кого Мы только Руками разводим Она не мешает Все-таки Вам развиваться Не Ну часто Смена директоров Ну Поначалу Конечно Есть какие-то Встряски Потому что Не все артисты Понимают Почему это происходит Но я хочу Сказать Что вот Преденственность От Александра Анатольевича Барского И сейчас Наталья Георгиевна Осадчик Это в общем-то Большой Потрясение Не произошло Почему Потому что Она была заместителем Она совершенно Как сказать В материале Что происходит В коре Вот это все важно Очень Нет И я Очень рада Что она Как раз Очень хорошо Справляется Мало того Она режиссер По образованию То есть Она ведет И как бы Цели и задачи Артистические И потребности Творческого Коллектива И она Спокойно Совершенно Без всяких Колыханий Сотрясаний Она успокаивает Артистов Когда происходят Какие-то Острые вопросы И все Те задачи Которые Начиная уже С июня месяца Они совершенно Были решены Ну дай бог Ну и может быть Последний вопрос Мы очень много Говорим о Возрождении Традиции Вы сейчас тоже Говорили О сохранении Собственно Сверхзадач Вашего коллектива Но очень часто Сталкиваемся Однако же С такой грубой Стилизацией Безкусицей Как можно Пресечь Уберечь Тех же ваших детей С малого хора Молодежь Которая ведь тоже Участники вашего хора Которые тоже Видят Смотрят Ну это опять Задача все-таки Художного руководства Не допускать Понимаете Если вот Ну есть такие просто Нелепицы Что Влечение Современными ритмами И Как сказать Вот этим Молодежным движением И Привязать Искусственным способом Какую-то Подлинную Ну подлинную Народную песню Не зная Законов развития Народная песня Развивалась Совершенно По особому закону Нельзя Европейскую культуру Связывать Скажем С нашим Традиционным Где особая Ладовая структура Где особый ритм Где особый язык Эмоциональный Это же надо знать В этом и заключается Скажем Моя профессия Чтобы я знала На чем замешана культура Объяснить Я это знаю И уме Это наверное Постоянно делать Это нужно Ведь понимаете Наша культура Северная Она сохранила Всю древнерусскую культуру Которая была Едина Целостна Неделима И вот Эта Как сказать Направленность Общестелевая Она и держит До сих пор Она напитывает Она не только Напитывает Нашу область Но она в целом Россию напитывает Потому что Все что происходили Все потрясения Исторические В центре России Они куда кочевали Мы как кладовая Хорошая Хранилище Сохранили много Из истории Нашей Матушки России Все потрясения Даже с точки зрения Там православия И когда происходили Реформы В нашем Церковном укладе Никон Был монахом На Соловках Вот мне интересно Авакум В моих краях проходил По большому счету Так артистка Однако же За каждым номером За каждой Вроде как Песня, танец Стоит такая История Конечно Она и держит Удивительное дело Что наш народ Он никогда не был Равнодушным Он всегда отвлекался На происходящее Историческое событие Песней Обрядом Он фиксировал все И через песню Можно читать историю То есть артист Выходя на сцену Северного хора Он понимает Что он делает Абсолютно Этим он и держит Магия вот этого Выступления Совершенно правильная Спасибо вам А в конце все-таки Блиц Песня может изменить Жизнь Может Приведу пример Когда Началась война С того Сторона огромная В исполнении Александровской Ансамбля Поднял дух И могу привести Пример Когда была Перестройка Мы были в Вязниках На фестивале Фатьяновском И когда приехал Александровский Ансамбль И когда зазвучала Эта песня Все люди встали Это был такой порыв И меня потрясло Театр Кино Какие еще виды Искусства Предпочитаете Мне больше нравится Кино В прошлых лет Вот Фильмы 60-70-х Где вот такая Правда И искренность А я все-таки Больше Не очень Долюбливаю Театр Почему Потому что У меня очень Обострено ухо К интонации И когда Артисты Плохо говорят И не доносят И я Просто вот Извините Но меня почему-то Начинает Клонить в сон Но я очень люблю Читать И Когда вот Находишь Какое-то подтверждение Что такое Наш Язык Русский Особенно северный Меня это очень радует Мне вот больше Это нравится Вы всегда Элегантный Подтянутый У вас есть Какой-то Рецепт Идеальной Женщины Спасибо За комплимент Просто Мне хотелось Всегда Примером Очень хорошим Девочка Из Лешуконского района Извините Я могу сказать Вкус был От природы Огромное количество Костюмов Пропорционально Все выстроено Цветовая гамма Была выстроена То здесь вот тоже В общем-то Мне кажется Что Привитие вкуса Идет Даже вот Отсюда больше Так и не раскрыли Вы нам Секрет Ну я не знаю Я просто Я постоянно В творчестве Мне кажется Вот это творческое Внутреннее состояние Оно и дает Возможность Оставаться Ну оставаться Как сказать В форме Красивой И во мне И из вне И внутри И последняя Ваша любимая песня Из репертуара Северного хора Роздуй 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 Да Погой Погодуш И так далее Отлично Замечательно Долгих лет Нашему северному хору И всему коллективу И вам конечно Спасибо большое Спасибо большое За приглашение Мы очень рады Что вас волнует Такие замечательные вопросы Которые вы мне Сегодня задавали И надеемся Что в юбилейный год 90-летие Конечно Вы обязательно Придите к нам на концерт Наш телеканал Не обходит никогда Вниманием Выступление северного хора Спасибо большое В гостях была Светлана Игнатьева Художественный руководитель Государственного Академического Северного Русского народного хора Заслуженная Артистка Российской Федерации Профессор Рам имени Гнесиных В заключение Тетверостишье Русского Собирателя фольклора Виктора Бокова Песня русская Ни голошение Ни дебош Ни надрывная грудь Это тихое разрешение Рядом сесть И в глаза взглянуть Очень ценное состояние Души человеческой Такие дела До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова